всем привет и бики миграции миграции бики сегодня не один меня зовут илья ксилёв и мы рассказываем об миграции в соединенных штатах америки дело в том что мы очень часто сталкиваемся с таким вопросами что такое кейс понятное дело что то аудитория которая с нами уже давно и которая давно смотрит наш канал они показывают что такое кейс штуку суды штуку прокуроры где такие используются и так далее и тому подобное но есть люди которые приходят к нам впервые и просто не знают что такое азы да на чем строится вообще политическое убежище в соединенных штатах америки и мы вот эту тему сегодня немножко разберем для того чтобы ответить на массовые вопросы которые возникают у нас telegram канале и на которых чтобы не отвечать по много-много раз и не раздражать уже те люди которые уже давно мы этот ролик посвятим новичкам ну и может быть для старичков которые как оказалось многие даже до сих пор и не знаю что это такое и сидя у нас в канале по ходу по полтора приходит с ложными так сказать мнениями и ложным пониманием ложным пониманием что такое кейс начнем с того что кейс это не классическом понимании дипломат или чемодан это вещь которая вам очень сильно пригодится при том как вы будете защищать свое политическое убежище кейс это по сути причина на основании чего вам дать должны дать политическое убежище в какой-либо стране даже не если не рассматривать соединенные штаты а вообще в принципе а любой кейс он делится на определенные категории да то есть кейс должен подходить под определенную категорию мы разберем основные категории мы не будем брать эксклюзив даже эксклюзива практически нет на самом деле там один два процента какие-то эксклюзивные категории которые не изучаются в общей массе в общей массе это естественно политическое мнение в общем массе это лгбт вероисповедания и редко когда бывают социальные группы и в основном это политическое мнение понятное дело что если вы собираетесь защищаться по политическому убежищу в соединенных штатах америки то ваш кейс должен подпадать под эти категории как понять попадают они или не подпадают во первых нужно понять что такое кейс вообще в принципе кейс это ваша история преследования и политического мнения что это означает это означает что в нем должно быть как минимум две основные части первая часть это политическое мнение и вторая часть это политическое преследование вообще вне зависимости от категории эти две части должны быть в обязательном порядке будь то политическое мнение будь то лгбт вероисповедания и там и там должны быть ваши действия то есть политическое мнение это первая часть что такое ваши действия под политическое мнение подпадает все то в каком формате вы выражали свое политическое мнение у себя внутри страны. То есть, когда к нам приходят и говорят, а вот вы знаете, я в стране не живу, но я не согласен с той политикой, которую ведет мое государство, это не является кейсом. Потому что вы не находитесь на территории своей страны и вы не выражаете свое политическое мнение внутри территории своей страны. Таким образом, вам ничего не может угрожать и давать вам за это политическое убежище. Нет никакого смысла. Поэтому для того, чтобы получить политическое мнение, нужно находиться внутри своей страны. Это первый момент. Второй момент. Понятное дело, что политическое мнение должно в чем-то выражаться. В чем оно может выражаться? Выражаться может в нескольких моментах. Первое. Это, естественно, допустим, одиночные пикеты. Их никто не отменял и это является политическим мнением. Также оно может выражаться, например, в социальных сетях. Посты в социальных сетях точно так же не являются чем-то запретным. Да, социальные сети в нашей стране, в Российской Федерации, например, никто не выключал. Поэтому свое политическое мнение вы можете напрямую выражать там. После того, как вы выражаете это в виде одиночных пикетов в социальных сетях, где-то в каких-то публикациях, например, или в составе массовых демонстраций или протестов, то у вас сформировается пул политического мнения. Понятное дело, что если это какой-то одиночный пикет один раз в жизни, то понятное дело, что в 90% случаев это не подпадет под политическое мнение, потому что оно, ну скажем, выражено единожды и вряд ли будет кем-то замечено. Далее. После того, как политическое мнение сформировано, то есть у вас есть пул политического мнения в виде социальных сетей, в виде политического мнения на одиночных пикетах, в митингах и так далее, я специально повторяю, чтобы это точно вы поняли, да, после этого у вас сформировывается второй блок, который не менее важен в любом кейсе, вне зависимости от категории. Это политическое преследование или преследование по вероисповеданию или по тематике ЛГБТ там и так далее. Да, многие спросят, а что же по вероисповеданию по первой части? Вероисповедание, если мы берем первую часть, это как политическое мнение, да, то это участие в какой-либо вере и это не просто участие, что я сидел в субботу, все было хорошо, а в воскресенье понял, что я свидетель Иеговы. Это участие в каких-то мероприятиях, это пропаганда, это защита прав данных церквей, данных направлений и конфессий, это участие в каких-либо там собраниях, зал царства, там у них много всяких мероприятий. То есть это какая-либо активность с вашей стороны, без этой активности, понятное дело, что никакого политического мнения или пропаганды вероисповедания или участия в жизни церкви нет. Так же самое и ЛГБТ, то есть понятие такого, что я живу где-то там, допустим, с однополым человеком, но об этом знает только я и моя мама, да, это не является участием в ЛГБТ. ЛГБТ это тогда, когда вы участвуете в этом открыто, вы, например, там в парам мужчины с мужчиной, женщиной с женщиной живете открыто, да, плюс ко всему вы, возможно, защищаете права ЛГБТ в своей стране, участвуя в тех или иных, допустим, группах, клубах закрытых там и так далее. И это можно как-то подтвердить. Вот именно это является активной вашей позицией, начиная от политики, заканчивая ЛГБТ. Во второй части необходимый, который находится в кейсе, это политическое преследование, это преследование по вероисповеданию или преследование по ЛГБТ, к примеру, да, то везде что такое преследование? Преследование это не тогда, когда вам написал аноним со словами ай-яй-яй, я тебе лицо разобью. Да, это угроза, но эта угроза может быть просто от хулиганов и не может быть расценена как угроза со стороны именно вашей оппозиционной деятельности. И может быть какая-то серьезная угроза, которая повлечет за собой, например, уголовное преследование. Это угроза, которая должна действительно быть угрозой, которая угрожает не только вашему здоровью, но и вашей свободе. То есть, что мы понимаем под угрозой в частности? Угроза политического преследования или ЛГБТ или распределения может быть, например, приход участковых, которые говорят о том, что будет возбуждено уголовное дело, или они ставят вас на контроль, или вы должны перед кем-то отчитываться, что вы делаете в тот или иной промежуток времени. Вас вызывают, например, на какие-то разъяснительные беседы, вас вызывают на допросы, вас вызывают в следственный комитет, или вас вызывают, например, в... Самый, одно из самых таких мощных у них организаций, это комитет по работе с экстремизмом и терроризмом. То есть, тогда, когда вас обвиняют в чем-то серьезном. Плюс, если это под собой еще, имеет подоплеку в возбуждении уголовного дела по экстремизму и терроризму, по, например, когда вы дискредитируете российскую власть или российскую армию и так далее. То есть, это все то, что закреплено в уголовном кодексе. То есть, таким образом, у вас есть реальная угроза не только в... Ну, в моральном, так сказать, плане, да, когда вас допрашивают, там, угрожают вам и так далее, но и в том, что вас могут посадить в тюрьму. И это является блоком преследования. Без блока преследований кейс не может быть раскрыт. Это, что касаемо политики, что касаемо вероисповедания, то, понятное дело, что это, опять же, сотрудники полиции, которые должны непосредственно вас вызывать на допросы, например, обыскивать квартиру, назначить обыски на предмет запрещенной литературы в этой или иной стране. И, соответственно, после того, как они это находят, либо они стараются это найти, вы это дело можете подкрепить фотографиями, свидетельскими показаниями, да, и вот это является преследованием. Что касаемо ЛГБТ, то преследованием является, как и физическое воздействие, тогда вас избивают и говорят, что причина вашего избиения это именно ЛГБТ и приверженность ЛГБТ. Плюс это, естественно, угрозы в виде МВД. Сейчас уже введены уголовные статьи о пропаганде, поэтому, если вдруг вам применяют статью о пропаганде ЛГБТ, то, понятное дело, что это тоже прямое преследование сотрудников МВД, полиции, прокуратуры, включая государства. Таким образом, все, например, вот эти три категории, они преследуются исключительно по факту. То есть, вас для железобетонного кейса должны преследовать, и без этого никак. Понятное дело, что многие сейчас скажут, ну а как же есть понятие, как будущее преследование? Да, действительно, оно есть. Этот формат будущее, на который уповывают большинство малограмотных адвокатов, либо на юристов, которые не являются юристами. Дело в том, что будущее преследования это одно из самых сложнейших тем, потому что нужно доказать, во-первых, первый огромный блок вашего политического мнения или какого-либо действия с вашей стороны настолько крупномасштабного, что действительно оно по-любому не пройдет незамеченным. Это первый момент. И второй момент, если действительно вы уповаете на будущее преследования, то в любом случае первые шаги вашего преследования должны быть. То есть, говорит о том, что на вас органы обратили внимание, и нужно понимать, что эти органы не только обратили внимание, но они планируют вас посадить в тюрьму, вызвать на допрос, вызвать там в следственный комитет, на разъяснительную беседу, у вас есть появились какие-то повестки и так далее. То есть, первые лучики занесения над вашей головой молота, или, как это модно говорить сейчас в России, кувалды, да, оно должно быть обязательно. И тогда вы сможете точно присоединить такой формат, как будущее преследование, сказать, что вот еще чуть-чуть я останусь и меня посадят. Или вот меня, допустим, не вызвали в следственный комитет на допрос, или меня не проводили обыски, но так как я имею огромный пулс политического мнения, например, это огромное количество митингов, это огромное количество социальных сетей, я знаю медийных людей, я делал петиции, я подавал и так далее и тому подобное, все вот это складывается в огромный политический блок, и вот именно на основании этого политическое преследование, будущее политическое преследование будет в любом случае. Что тоже самое касается ЛГБТ и вероисповедания, если вы, например, являетесь админом какой-нибудь крупной группы по вероисповеданию, или являетесь организатором, и понятное дело, что так как вы организатор, вас по-любому возьмут в оборот, а если вы являетесь защитником ЛГБТ, и тем более, допустим, не пропагандируете, а просто защищаете права ЛГБТ, то это понятное дело, что это будет подложным вариантом под пропаганду, и вас по-любому посадят. Поэтому блок политическое преследование будущее, оно возможно при наличии огромной, серьезной, хорошей, такой основательной базы политического мнения и начала политического преследования. Таким образом, в вашем кейсе должно быть политическое мнение, политическое преследование, действие по вероисповеданию, преследование по вероисповеданию, действие по защите ЛГБТ, либо присутствию в ЛГБТ, и преследование по теме ЛГБТ, и с прямой угрозой, что это происходит именно из-за ЛГБТ. Дальше, в обязательном порядке, помимо этих двух частей, политическое мнение и политическое преследование, или мнение, действие или преследование, должно быть третья часть. Это доказательная база. Что такое доказательная база? Доказательная база, туда входят фото, видеоматериалы. Лучше видеоматериал не присылать, потому что это очень проблемно с точки зрения экспертизы и так далее. Поэтому фото-материалы, свидетельские показания, справки, протоколы, всевозможные медицинские документы, подтверждающие физическое воздействие, возможно протоколы обыска, фотографии, как происходит этот обыск и так далее и тому подобное. Это все те документы, которые подтверждают, что с вами что-то происходило. Большинство людей говорят о том, что как же так, я же убегал, и как бы я не заботился о своих доказательствах. Да, действительно, такое часто бывает. Поэтому для этого есть свидетельские показания. Как правило, в большинстве всегда найдется человек, который видел то, что с вами происходило, и может это подтвердить. Так как это совершенно для него безопасно, так как это происходит в другой стране, то, как правило, если объяснить человеку, что если ты напишешь свидетельское показание, и тебе за это ничего не будет, потому что никто об этом не узнает, то, как правило, свидетели соглашаются писать, не опасаясь, что с ними происходит что-то, произойдет с ними что-то в родной стране. Поэтому у нас сегодня прям гроб и штормит. Поэтому, как только так получается, что у вас мало доказательной базы, вы собираете свидетельские показания. После этого, как только вы собрали свидетельские показания, собрали весь фотоматериал, видеоматериал, ну, если у вас какой-то очень эксклюзивный, все справки и медицинские и так далее, кстати говоря, по поводу справок, не обязательно это должно быть государственным учреждением, это может быть частным учреждением, которое подтвердит все ваши побои в следствии, допустим, общения с органом внутренних дел, прокуратуры и так далее. Это может быть свидетельские показания родственников, которые подтверждают, что у вас были действительно телесные повреждения, но вы не пошли и не обратились в медицинское учреждение из-за страха, что вас будут также преследовать, так как медицинская организация обязана сообщить в случае, если это какая-то криминальная тема, в ту же самую полицию, да, и, соответственно, вы боитесь этого, то свидетельские показания от родственников, что вы получили с описанием тех повреждений и то, что вы их получили, и как вы их лечили, это будет приравниваться к свидетельским показаниям и приравниваться к медицинским документам. Поэтому, как вы все это дело собрали, вы все это дело подкрепляете в кейс, в подтверждение той истории, которая у вас выложена в блоке «Политическое мнение и политическое преследование». Таким образом, кейс состоит из трех частей. Две обязательные, третье по возможности. Понятное дело, что адвокаты и так же самое Алекс Таварян и все остальные выиграют кейсы и без третьего блока, если его совсем нет. Но это крайне тяжело, поэтому, чтобы максимально себе уберечь от каких-либо проблем, третий блок должен быть обязательно. Таким образом, кейс, как таковой, составляет три части. Политическое мнение, либо действие ваше. Второе – преследование. Это тогда, когда вы что-то сделали и вас начали преследовать, и это обязательно. И доказательная база, которая подтверждает первые два блока. В таком случае кейс будет выигрышный. Все кейсы, которые отвечают имущественным правам, когда, например, меня обманул какой-то там бандит, я, значит, попытался против него идти и защищать свои права, но меня начали угрызать жизни, это не является кейсом, потому что это не является категорией. Если многие говорят, я не жил в стране, но вот я против, это не является категорией, потому что нет вашего действия. А в первом случае, есть ваши действия, у вас, например, бизнес на вас наехал, допустим, наехал какой-нибудь бандит, и у вас вроде бы как есть преследование, но у вас нет преследования со стороны государства, и вы можете обратиться в государство за помощью от этого бандита. Если же, есть один нюанс, если же такое происходит с вами, но государство бездействует, то есть у вас вот такой ворох документов от опорного пункта сотрудников полиции, в виде участковых, до чуть ли не высшего суда, что вам везде отказали, и нигде, собственно, одни отписки, то в таком случае здесь можно попытаться сделать кейс, что у вас бездействие сотрудников полиции, вас не могут защитить в родной стране. Теоретически можно, но это очень сложный кейс, потому что будет доказать, что вы обратились абсолютно во все-все-все-все-все инстанции, и вам везде-везде-везде отказали, и нужно это дело все дело приложить. Вот, поэтому это более относится к эксклюзивным кейсам, которые мы сейчас не рассматриваем. Основные кейсы, политическое мнение, вероисповедание и ЛГБТ, и мы о них уже поговорили ранее. Как? Многие спрашивают, а как оно должно выглядеть? Ну, я вообще не понимаю. Многие спрашивают, покажите мне пример, как выглядит кейс, или просят в группе, ребят, пришлите мне пример, естественно, им никто эти примеры не высылает, потому что, ну, прям скажем, все боятся за свои истории, чтобы их не зашаблонили, вот, потому что очень много всяких мошеннических контор, которые именуют себя юристами, пишут эти кейсы за деньги. Мы вас сразу предостерегаем этого не делать, потому что вы подпадаете под угрозу покупки шаблонного кейса, провала его потом и в суде, и, возможно, в интервью на страх, и так далее, и вас просто депортируют либо из детеншн, либо из суда, ну, не из суда, а по решению суда, и, вот, поэтому покупать кейсы категорически запрещено. Так вот, если вы, допустим, у вас есть кейс, да, и как, вы, вот, понимаете, у вас есть история, у вас есть прессы, как оно должно выглядеть. Выглядит оно должно быть следующим образом. Первое, то есть, это политический блок, первая часть, политическое мнение. Вы так и пишете, что я такой-то, такой-то, да, и со мной происходит то-то, то-то. То есть, прям в хронологическом порядке вы расписываете всю ту историю, которая с вами произошла от момента нерождения, от момента не обучения, не заключения брака и рождения детей, от момента тогда, когда у вас началась политическая жизнь, либо вероисповедание, либо ЛГБТ. То есть, в 2020 году я пошел на свой первый митинг. Почему? Потому что я там считаю, что государство моей страны является нелегитимным, либо является, преступным, либо вот они делают вещи, с которыми я не согласен, и вы в хронологическом порядке все это дело выкладываете. Такого-то числа я был на таком митинге, такого числа я был на таком митинге, то-то, такое числа со мной, то-то происходило, ко мне приходили стройники полиции, мне угрожали там и так далее. И вот эту хронологию вы выкладываете четко, без какой-либо воды, без какой-то эмоциональной окраски, без лишних деталей, кто о чем подумал, без описания того, что происходило вокруг. То есть очень часто к нам приходят и говорят, вот у нас кейс, посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что вот я был на митинге, вокруг избивали людей, я видел кричащую женщину, я видел умирающего мужчину, я видел ребенка в крови, там политически избивали тех или иных граждан. Это неправильно. Нужно писать, я пришел, я стоял с плакатом, на котором было написано, меня начали бить, меня начали задерживать. То есть вы описываете только ваши действия, никому не интересно, что происходило вокруг. Все исключительно касаемо вас. То же самое касаемо и преследования. В истории, после того, как вы описали в хронологии, что вы делали, и какие действия вы предпринимали, дальше начинается блок преследования. Вы также в хронологическом порядке прописываете, что с вами происходило, когда именно к вам приходили сотрудники полиции, какие именно угрозы они озвучили, видите, в виде цитат, как именно они вам угрожали, как именно они вас избивали, после откуда они вас забирали, в какое отделение, когда вас выпустили, что вам там говорили, как вам угрожали в уголовном преследовании, какую именно статью они вам инкриминировали. То есть все вот это нужно в хронологическом порядке очень четко и подробно расписать. После того, как вы все это сделали, вы должны также в хронологическом порядке изложить все те доказательные базы, которые у вас есть. То есть есть свидетельское показание на вот это мероприятие такого-то числа, есть медицинская справка, справка после того, как меня избили к такого-то числу, есть свидетельское показание после того, как меня избили, я лежал дома, меня лечила жена, и вот это все дело прикрепить к такому-то числу. То есть, кейс это ваше огромное большое сочинение, где есть обязательные части, которые вы должны расписать, есть обязательные части, которые вы должны доказать. Все вы это пишете не по каким шаблонам и образцам, а вот как есть, как сочинение, да, и без лишней воды. Только сухая выжимка, без каких-либо эмоциональных вкраплений, либо общеизвестных фактов, которые там цитируют в средств массовой информации. Да, и еще, будет большим плюсом, если вы еще к этому найдете статьи в средств массовой информации вашего края, района, области, города и так далее, где средств массовой информации федерального и нефедерального масштаба рассказывали о тех событиях, в которых вы участвовали. Вы соберете эти ссылочки в оригиналах и прикрепите к этому же кейсу. Это будет огромный плюс для вас, потому что вы будете доказывать, что вы не один такой и огромное количество людей также пострадали, точно так же, как и вы. И вы это можете доказать средствами массовой информации, публикациями в открытых источниках. Поэтому кейс, таким образом, это довольно-таки, с одной стороны, это довольно-таки простая тема, да, это просто сочинение, на котором мы должны четко поработать, а с другой стороны, это тема, которую нужно доказать, которую нужно собрать и так далее. Многие, я очень часто вижу у нас в группе и в комментариях со словами, что, ой, ну вот если вы не Яшин, если вы не Навальный, то и кейс вам не светит. На самом деле это неправда. Дело в том, что если вы действительно участвовали в митингах, если вы действительно делали посты в социальных сетях, если вы действительно как-то участвовали в жизни своей страны, пытались ее изменить, у вас в любом случае появится блок политическое мнение. То же самое вероисповедание и ЛГБТ. Если вы действительно что-то делали из этого, всегда происходит блок преследования, абсолютно всегда приходят участковые, всегда приносят протоколы, направляются дела в суды и так далее и тому подобное. Поэтому, как правило, если у вас этого нет вообще ничего, с долей вероятности, то и категории у вас нет, и вы вряд ли вообще действительно участвовали в жизни страны. Потому что на моем личном опыте все те люди, которые приходили ко мне со своими кейсами, у них, как правило, было политическое мнение. Да, оно может быть слабым, да, но всегда в политическом мнении можно найти те или иные пункты, которые человек просто не указал. Например, посты в социальных сетях. Например, какие-то комментарии по больших группах, из-за которых его могли преследовать. Там много-много разных нюансов. Плюс ко всему, всегда у него есть блок преследования. Иногда он просто на него не обратил внимания. К нему подошли незнакомые люди, да, там начали угрожать, и он про это просто-напросто забыл. Или он забыл о том, что его вызвали к участковому, и там пытались допросить, и он счел это не сильно важным, и вряд ли это может как-то помочь для кейса. А на самом деле это один из важных столпов, на чем строится вообще весь его кейс. Поэтому, с одной стороны, это легко, с другой стороны, это реально сложно. Этим нужно заниматься. Самое главное, что отнестись к этому нужно ответственно. Для того, чтобы понять, какие категории подходят, какие подходят, какие эксклюзивные группы есть, какие есть нюансы, для этого смотрите наш ТСБК канал, участвуйте в жизни Телеграм-группы, спрашивайте. Мы стараемся на все эти вопросы ответить. Ну, а для тех, кто не хочет этого делать, у нас есть эксклюзивные консультации в индивидуальном формате, которые вы можете заказать у нас же в Телеграм-канале. Поэтому, ребята, я постарался максимально плотно и быстро рассказать, что такое кейс. Все в ваших руках. Дерзайте, подписывайтесь, ставьте лайки на этот материал. Пересылайте его другим, кто не знает, что такое кейс и как его писать. Да, ну, а если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Я постараюсь на них, ну, практически всем ответить, как по мере возможности, по времени. Поэтому, ну, а остальные вопросы можете писать просто в Телеграм-канале. Поэтому всем спасибо, всем пока. Рад был помочь. С вами Илья Кселев, ТСБК иммиграция, иммиграция ТСБК. Ждите новых выпусков, они будут довольно-таки интересны.